Господи, сесть и изволены в нашу городе спасения, Иисус Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистоя Своей Матери, во святых Отца нашего Златоустого Иоанна, архиепископа Нового Рима, его же словами хвалим Господа, святых архиереев Божиих, служивших в этом храме в свои времена, Филарета Московского, Иннокентия Равна Апостола Новомосковского, святого Тихона, патриарха-исповедника, Дмитрия Святого, архиепископа Ростовского, житий святых-списателя, его же алтарь здесь был, и всех святых московских чудотворцев, благоверных князей, княгинь, царей и цариц, Дюриковичей и Романовых, юродивых во Христе Максима Ивана Василия Московской Блаженной Матроны, праведного пресвитера Алексея, собора бунтовских мучеников и новомучеников и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо и человеколюбие. Сегодня из Евангелия от Иоанна читалось следующее. За шесть дней до Пасхи Господь Иисус Христос находился в неком селении под названием Вифания, или Битания, если точнее, ближе к библейскому языку. Там он находился с Лазарем, которого воскресил накануне от гроба. И Лазарь был живым чудом, как вы можете понять. Всем известный мертвец, законно преданный погребению, смердевший, ощутимо разъедаемый, смертный тлей. Лазарь, как вы понимаете, был живым чудом. И люди приходили просто посмотреть на него. И многие из аудеев веровали в Иисуса Христа ради этого самого Лазаря. Аж такая обеществленная сила Христа над смертью, власть. И там несколько раз мазали Христу миром ноги. Было такое и в период его евангельской проповеди. Тогда откровенно блудница помазала ему ноги миром, и храме наполнилось запахом ароматов. А здесь его помазала миром Мария, сестра Лазаря. И пролила на него большое число драгоценной масти. И Иуда сказал, зачем погибло столько драгоценного мира. Его можно было продать. Он прокалькулировал цену этого пролитого мира. И сказал, что можно было бы его продать и дать нищим. Это он сказал не потому, что он переживал о нищих, но потому, что был вор и носил ковчежец. Это некую как карнавку такую, куда вметали пожертвования на общину Господа Иисуса Христа. Потому что Христос жил как странствующий проповедник со своей небольшой общиной. И в этой общине Иуда был кассир. У него был ящик для пожертвований, он туда собирал подаваемое. И потом уже на тайной вечере, когда Господь ему сказал, то, что делаешь, делай быстро, вскоре делай. Он поднялся и вышел из храмины. А было темно уже, была ночь. И все подумали, что Господь Иисус Христос дал Иуде какое-то поручение, купить что-то, потому что он этим занимался. Иуда был из всех апостолов единственный иудей. Вы знаете, что есть двенадцать колен сынов Якова, которого переименован в Израиле. Что есть потом после смерти царя Давида, при Соломоне, значит, ради Давида еще держалось царство единым. А уже при преемнике Соломона, при Равааме, значит, царство разделилось на северные колена, большие числом и количеством, и на иудею, на южные колена. Значит, произошло разделение Израиля. Иудеи – это, так сказать, элитные евреи. Это одно из колен всего-навсего. Но поскольку все остальные колени претерпели очень серьезное историческое рассеяние, там они смешивались с другими племенами, их захватывали ассирийцы, их уводили, как правило, чаще всего в плен туда и сюда, они, в принципе, на сегодняшний день рассеяны. И мы всех евреев называем по одному колену, по колену Иуды. Это не первое и не главное колено. Там первенец Израиля был Рувим, потом Симеон, потом Левий. Левий – это колено священства. Оттуда был Моисей и Аарон. А потом четвертый родился у Якова Иуда. Если бы не Иуда Искариотский, это было бы красивое слово, красивое имя – Иихуда. Это очень смысловое, красивое имя. Но вот Иуда, тот, которого сейчас называем Иудой, потому что всякие были Иуды, среди апостолов Господних был настоящий апостол, не Иуда Искариотский, не предатель, был Иуда Фадей, или Левий, нареченный Фадей. Иуда тогда – это был один из братьев Господних, как и Яков. У Иосифа были сыны Яков, Иосий, Симон и Иуда. Четыре сына было у Иосифа до того, как он взял за себя девочку Марию, которая зачала от Духа Святой, родила Мессию. Четыре сына было у него, еще дочери были. Эти все люди назывались братьями Господа. Братья Господа. Первый архиерий Иерусалимский был брат Господа, Яков. И он называл себя рабом Божиим, а братом Господним. Его все называли брат Господа. А Иуда и Яковлев, он не называл себя братом Господа, он назывался братом Якова. Он смирялся и не считал себя достойным называться братом Господа Иисуса Христа. Он тоже имел такое имя Иуда, Иуда Фадей. Так что само по себе имя – это не стигматизированное. Святые Иуды, это страшно, может, для нашего уха, но они были. А был только один злодей. Он затесался в мировую историю и навсегда в нее вошел. Я так ругаться-то ругаюсь, но я вам сейчас скажу, что ругаться нужно неосторожно. Мы не можем ни разу причаститься, чтобы про него не вспомнить. Говорит, верую и исповедую, яку-тоиси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедший в мир грешников спасти, от них же первый есть я. Ищи верую, яку-тоиси, это тело твоя, кровь твоя, значит, такое, небо врагом твоим тайну повем. Почему нельзя снимать ничего, кстати? Каждый раз какая-нибудь красавица тащит из сумки телефон и пытается снимать. Куда вы это все отправлять будете? Стоит священник с чашей, стоят люди в очереди к причастию. Слышали? Не врагом твоим тайну повем. Враги не должны знать, чем мы занимаемся. Не надо чужим показывать, что мы здесь делаем. Что мы тут едим, пьем, поем, читаем. Нельзя это врагам показывать. Воля бы моя была, выгнал бы все кинокамеры из всех храмов. Сегодня визуализированная эпоха. Ну куда ты денешься? Кто-то не может из дома выйти, сидит дома, ему нужно показать по телевизору, ему теплей на душе станет. Но в принципе, тут такое строгое дело, что врагам твоим тайну не расскажу. Небо врагом твоим тайну повем. Не лапзание я тебе дам, яка Иуда. Слышите, да каждый раз мы причащаемся и говорим Господу перед причастием. Господи, я не хочу, как Иуда, приходить к тебе. Я не прихожу, как Иуда. Я как разбойник вопию, помяни мя во царствие твоем. То есть Иуда настолько важный человек, что мы не можем ни разу причаститься, что про него не вспомнить. И вот он сегодня объявил свой голос. Вы слышали голос Иуды в Писании? Нет. Мы слышали там голос Фомы, Нафанайла, Петра, Андрея, они каждый там что-то там сказал. Евангелие же не про них, Евангелие про Иисуса Христа. Но они как-то там каждый что-то там сказал. Иоанн там что-то сказал, Петр что-то сказал, и мы там слышим их голоса. А Иуду мы вообще не слышим. А здесь мы услышали Иуду, что он сказал. Сейчас я вам напомню, что он сказал. Пролилась мира, и Иуда пожалел про пролитое мира. Он говорит, ай-яй-яй-яй-яй, какое дорогое миро. Я так уже пересказываю вам с библейского на бытовой. Ай, какое миро, сколько же стоит это миро. Ай бы продать бы это миро, нищим бы дать. Какие нищие? Никакие нищего не интересуют в принципе. Теперь распознаете. Его называет Ян Богослов вором. Теперь познайте, братья и сестры, страшную тайну. Разве вы так ни разу не говорили? Смотрите, например, на какого-то богатого человека. Например, говорит, ай, он опять машину сменил. Там было одно, ламборджини стало теперь второе, какое-то еще круче, что такое, ай, зачем это, зачем это, зачем человеку? Сколько у него домов там? Пять. Зачем ему? Все равно, значит, все не унесет на тот свет. Может быть, это продать бы, куда-нибудь это продать бы, а потом что сделать? Ну, там, в дом престарелых, в интернат, для детей, для бедненьких, для брожди. Нищим бы раздать. Это наш голос. Я это слышал миллионы раз. Говорят, глянь, сколько у него. А зачем ему так много? Говорят, ну ладно, хорошо, а если бы у тебя было столько, а ты чтоб сделал? Да не, я бы продал половину. И куда бы ты делал? Ну, детям бы раздал, бедным всяким, интернатам, нищим бы раздал. И слышите, Иуда плевал на нищих, им вообще никто не интересен. А мы с вами этим языком и разговариваем. И когда мы... Если мы не представляем с вами контролирующие следственные органы, если ни я, ни вы не находимся в Следственном комитете, например, там, ФСБ, где-то еще там в ОБХСС, как раньше называлось, там, антикоррупционные всякие ведомства, если не моя прямая обязанность узнавать, сколько стоят часы на руке вот этого человека. Может быть, действительно занимает какую-то должность такую небольшую, но часы на его руке стоят столько, что весь район можно кормить в течение двух месяцев, как бы просто вот так вот широко кормить, так в ресторане. И тогда, конечно, у кого-то должны возникнуть вопросы, а что это у него такие часы? Он, в принципе, должность небольшая, а потом покопали, нашли, а у него там все есть, короче. А откуда это все? Надо интересоваться. Но это не моя задача, я бы занимался этим, если бы я был следователь Следственного комитета. Или был бы какой-то оперативный работник, я бы давал наводки на тех людей, которые вот так вот так вот... Но все остальные, в принципе, должны быть абсолютно безразличны к тому, кто во что одет, что на чем, на ком висит, сколько женщина в ушах носит, как бы, значит, этих самых автомобилей. Эти брюлики маленькие, они могут стоить несколько машин. И кто-то умеет посчитать. Кто-то сразу оценивает, опа, сразу так в голове, а, и сразу выносит приговор. А кто-то этого не замечает. Вот те, кто обычно замечают это, они не обязательно иуды, кстати. Они просто, может, хорошо считают в голове. Но у них большой риск стать иудой, потому что иуда считает чужие деньги. Иуду сильно оскорбляет, как бы, такая дармовая гибель многого ресурса. Он сразу думает, как бы этот ресурс можно было пристроить, продать, обменять, конвертировать, использовать. Ну, а для благовидного предлога, говорит, ну, на крайний случай, ну, нищим отдадим. Никто из этих людей, повторяю вам, не переживает о нищих. Если вы так бы нищих любили, вы бы уже сегодня половину своего раздали, потому что у вас шкафы хламом забиты, битком. У вас столько всяких сервизов, стаканов, чашек, вилок, платьей, пальтов, в множественном числе, не знаю, как называется. Значит, такие всякие, всякие, того, сего, пятого, пятнадцатого. Это наши хаты, это хламовники, забитые всяким хламом. Если бы и деньги у каждого немножко есть, по крайней мере, так, чтобы сегодня поделиться. Если бы мы переживали за бедных, нищих, несчастных, одиноких, многодетных, мы бы сегодня уже имели бы что раздать. Но когда мы считаем чужие богатства и осуждаем чужую прибыль, и замечаем, кто в чем пошел и кто что прикупил, это в нас шепчет душа Иуды. Это не шутка. Потому что наша цивилизация, это цивилизация Иуды. Это цивилизация, постоянно считающая деньги. У нас ни одни новости не обходятся без новостей по котировкам. Нефти марки Брент, золото, платина, что-то еще там. Кому это надо? Это нужно специалистам. Нужно какой-то бабке, которая смотрит новости, говорит, знать, значит, котировки там, это скачки на бирже по нефти, например. Оно в жизни никому не нужно, кроме очень узкой прослойки специалистов. Но наша цивилизация ни о чем другом говорить не может. Она только говорит, у кого больше, у кого меньше, кто разбогател, кто обеднел, кто выиграл на акциях, кто подпрыгнул, кто опустился. Потому что это цивилизация, вечно считающая деньги. А вечно считающая деньги цивилизации, это цивилизация Иуды. И мы в ней живем. И вы этого не замечаете, потому что вы в ней живете. Но если вам случится в Духе Святом выйти из нее, вы посмотрите на жизнь свою, то скажете, мама дорогая, да у нас все разговоры только про одни бабки. Везде причем. От самого верха до самого низа. А это что еще такое? Это и есть оно. Вот то, что мы сегодня с вами читали. Один мужчина, да уже состоявшийся, зрелый, в профессии состоявшийся, детей родивший, воспитавший, дошедший уже до седой головы, умирать еще может быть рано, по-человечески рассуждая, ему нет еще 70-75, но чуть менее 60, уже до 70, уже не так долго. Он вдруг сказал мне однажды, говорит, батюшка, я вдруг понял, уже с седой головой, что все, что я в жизни делал, я делал ради денег. Учился, трудился, на двух работах пахал, на трех работах пахал, там вкалывал, там вкалывал, здесь, приобретал новые навыки. И я вдруг понял, что это вся моя пахота, это моя та, беготня моя вся, она была только для того, чтобы было больше денег. Я для денег прожил всю жизнь, не для чего больше. Конечно, типа для детей, типа для семьи, типа для чего-то еще, типа кому-то помочь, это тоже все было. Но это было в таких микродозах, что главное тело, тело моих трудов, 98% моих усилий, это было просто чисто про бабки, вся жизнь про бабки. Не про Царство Небесное, даже не про ту же семью, не про совесть, не про Родину, не про Иисуса Христа, не про что вообще. Просто про бабки, тупо про бабки. И так живут подавляющее большинство людей. Они не воры, ну вроде бы. Они как бы не собираются ни у кого воровать, хотя многие собираются. У нас есть телефонные мошенники, такие мошенники, то есть люди ночью не спят, думают, как бы кого нагреть, чтобы выдурить с него последний рубль. Все свои таланты, воры ведь, это не простые люди, это очень талантливые люди, но все свои таланты они пускают на одну простую штуку. Они талантливо вынимают последний рубль из кошелька старой пенсионерки. Понимаете? И таких людей у нас очень много, просто очень много. Их просто можно выстрелить в стенку и расстрелять. Потому что это самое подоночное население Земли. Люди, которые по телефону обманывают пенсионера, вынимают из него последний рубль на какой-то лживый кредит. Это сволочье настоящее. Это и есть иуды. Допустим, страна воюет, например, вдруг раскассировали кого-то генерала в Министерстве обороны, который вообще по золоту ходит и жемчуг глотает. И у него дети там, жена там, 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 и там начинают называть деньги, у тебя давление скачет, думаешь, это можно еще один город, постой, можно новый Краснодар построить. А это просто один какой-то прыщ, наелся кровью, стал жирной пиявкой, как бы, война идет, он в погонах ходит. Это за него сколько людей поубивали, потому что убивают людей, почему? Потому что не хватило боеприпасов, не хватило топлива, не вовремя подвезли там это, это привезли, но не работает, как бы, и так далее. А это потому, что украли. Не работает, потому что украли, не привезли, потому что украли. Самый гнусный человек на свете, это вор. Самый гнусный. На войне воров стреляют вообще-то. Просто стреляют. Берут за хевру, вытаскивают и стреляют. Вообще даже судить незачем. А у нас война идет. Серафим Саровский, чтобы вы знали, в монастыре говорил, блудник в монастыре вдруг, если окажется, какой-то брат там, с какой-то бабой снюхался, и через забор прыгает, и убегает временами. И игумен узнал про это. Что делать с блудником в монастыре? Серафим Саровский говорит, терпеть, а вора выгонять. Если игумен вора в монастыре нашел, выгоняй тут же. Тут же выгоняй. Не жди, не разбирайся. Выгоняй его. Это не монах, это не человек, это скотина, это падаль. Выгоняй его отсюда, он всех перепортит. Блудника терпи, вора выгоняй. И вот Иуда подал голос. Иуда про нищих переживает. Что бы вам замуровало уста, что бы вы никогда в жизни таких слов не говорили. Увидали кого-то богатого и сказали, ай-яй-яй-яй-яй, а вот бы в интернат бы это все отдать, а вот бы старичкам престарелым это все раздать. Это в вас заговорит в это время Иуда. Притом Иоанн Богослов говорит, очень интересные слова, он говорит, он вор был и ковчеже сносил. Это что значит? Это не значит, что Иуда, как там в этом бессмертном фильме покойного Станислава Говорухина, как он там про Костю Сопрыкина говорит, Костя Сопрыкин щипач на чистых прудах по трамваям щиплет. Это вор как бы, да, у него там своя профессия там тягать кошельки у гражданок. Иуда ничего, ни у кого не таскал. Он просто любил деньги и постоянно о них думал. Он не воровал. Иуда не подкапывал, не крал, не составлял схемы воровства. Иуда просто любил деньги и думал о них и хотел их. И это значит, что у него было сердце вора. У него не были руки вора. Это не были руки Костя Сопрыкина. Он бы не смог, например, разрезать заточенной монеткой какую-то сумочку и вытащить кошелек оттуда. Это не его работа. Он так не умеет. Но у него сердце вора. Не руки вора, а сердце вора. Он любит деньги, думает про них и мечтает про них. Это сердце вора. Теперь проверим свои сердца. Пойдем на кардиологию, проверимся на этом божественном рентгене. А у меня сердце какое? Скажи мне, Господи, какое сердце мое? А вдруг у меня тоже сердце вора? Вдруг я тоже считаю чужое? Вдруг я тоже завидую? Вдруг я тоже мечтаю несказанно обогатиться? Вдруг это и есть моя тайная, главная мечта моей жизни? У Достоевского об этом целый роман написан. Подросток называется. Не очень удачный роман, но он именно об этом. Говорит, хочу быть Ротшильдом, хочу управлять миром. И когда буду Ротшильдом, буду одеваться в самую грязную одежду, чтобы никто не знал, что я Ротшильд. Чтобы моя гордыня тешилась от того, что я всем миром верчу, как ключами на пальцы, но никто об этом не знает. Я там у Достоевского это прописано. А может быть, я тоже хочу быть Ротшильдом? А иначе зачем люди пытаются быстро обогатиться? В казино, в виртуальном казино, ставки делают на футбольные матчи, на то, на то, чтобы нагреть деньги из воздуха, чтобы из воздуха вдруг разбогатеть. И в Союзе было такое, спортлото какое-нибудь такое. Купил, разорвал, оба, Волгу выиграл, как бы, значит, такая сладкая мечта идиота такой. Вдруг ничего не делая, оп, из воздуха, получить как бы такой великий приз. Если у тебя это есть, ты либо дурак, в лучшем случае, либо ты Иуда. Если ты считаешь чужие деньги, только про деньги думаешь. Иуда думает только про деньги. Если поднять себя на гора, то это окажется такое великое откровение. Ничего себе. А чем это все врачуется, кстати говоря? Врачуется милостыней, отдаванием. Иисус Христос хорошо знал, что фарисеи, ненавидевшие его, сребролюбцы. И Он говорил им, давайте милостынь из того, что у вас есть. Тогда у вас будет и внутреннее, и внешнее чисто. То есть нужно действовать от противного, противоположной добродетелью. Если ты любишь приобретать, тебе нужно отдавать. И тогда ты исцелишься. То есть нужно полюбить, отдавать. И написано в Писании, что блажение более давать, нежели брать. И вот Иуда пискнул сегодня про нищих. О нищих он не любил, они ему были до лампочки. А он был вор и ковчеже сносил. И есть такое мнение. Вообще апостолы, они же имели очень плотские представления о Царстве Христовом. Если уж такие титаны, столпы, как Яков и Иоанн, сыны Зеведеевы, набрались смелости и подошли к Иисусу Христу с оскорбительным и наглым вопросом. Можно ты сделаешь нам то, что мы хотим? Они уже шли в Иерусалим. Это было пару дней назад. Говорит, что вы хотите? Мы хотим, чтобы мы сели справа и слева от тебя в славе твоей. Он им только что сказал, мы восходим в Иерусалим, и сын человеческий будет отдан архиереям, старцам, книжникам. Его осудят и забьют, обплюют и убьют. И в третий день воскреснет. Только он закрыл рот, они прибежали к нему, говорят, а можно мы тебя попросим одну вещь такую? А что ты хочешь? А мы хотим сесть. Он справа, я слева. Это были лучшие люди земли и остаются ими. Но они были совершенно привязаны к своим плотским мыслям. А Иуда Ковчежец носил. Я себе думаю, что он, наверное, думал, сейчас наступит царство Мессии. В царстве Мессии я буду главный финансист. Я буду министр финансов в царстве Мессии. Ну такая у него была хорошая мечта. Ну что плохого? Вот Мессия, вот я. А кому ему еще назначить в министерстве финансов начальником? Ну меня, конечно, я же кормил всю общину. Я же носил Ковчежец. Поэтому такая очень важная память сегодняшняя. Есть такой святой Юстин Попович, сербский такой проповедник. У него есть проповедь на эту тему. Я не помню всех деталей этой проповеди, но я помню очень хорошо смысловое ядро этой проповеди. Он говорит, захочешь ругать Иуду, нажми на тормоза. Потому что Иуда есть в тебе и во мне, брат мой и сестра моя. Есть чуть-чуть в тебе Иуды. Есть чуть-чуть и во мне Иуды. Поэтому ругаться начнешь на Иуду, нажми на тормоз. Мы живем в Иудиной цивилизации. Мы все привыкли бабки считать. Мы все ищем выгоду. Все завидуем тем, кто более успешен, чем мы. К старости лет, например, человек, ничего не достигший, впадает в тяжкое уныние. Когда видишь, что те, которые его возраста, они там какие-то дома построили, в бассейнах плавают. А ты сидишь там в однушке своей, в хрущевской квартире, и семечки лузгаешь. И людьми овладевает тяжкое уныние. Говорят, а у меня ничего нет. Это Иудина душа страшно смущается от своей повседневной бедности. Это наша беда, общая беда. А если бы не Иудина душа, была бы революция? Нет. И очень легко выстроить эту революционную тему на дважды два четыре. Собрать жадных нищих, жадных нищих. Простых нищих здесь не надо. Надо собрать нищих, но жадных. Нищих, но завистливых. Таких, чтобы сказать им, слушай, ты всю жизнь помои хлебаешь и в лаптях ходишь. Посмотри, какая усадьба у этого человека. Он уже родился в ней и живет в ней всю жизнь. Там таких, как вы, человек 200 поместится, он там один живет с женой. Давай подновил и поднимем, и устроим новую жизнь по-новому. Заберем все и разделим. Забрать и разделить. Шариков. Так же говорил? О чем ты там думаешь? Полиграф, полиграф. Как бы все забрать и все разделить? Вот тебе Иуда с собачьей душой. Там просто собака, ставшая человеком. У Булгакова, да? Это пес. Но у него тоже такая иудина мысль. Забрать и разделить. Коммунизм такой. Это в ком может родиться? У собаки или у Иуды? Или у симбиоза собаки с Иудой? Вот этот симбиоз никак похоронить не можем. Лежит, понимаешь, до сих пор его смрадную плоть, с которой уже ничего не осталось. Все равно лежит там, никак похоронить не могут. Такой симбиоз такой. Воровской симбиоз. Давайте все заберем и все поделим. Только мы еще поубиваем по дороге кучу людей. Мы убьем всех, кто умнее, честнее, порядочнее, кто оружие в руки брать не будет, кто сдачу не даст. Тех, которые профессоры всякие, те, которые на серебре ели, которые много иностранных языков знают. Этих сразу к стенке. А остальных потихонечку. Вот для чего? Для того, чтобы всем было хорошо. Кому хорошо? Иудам хорошо, чтобы было, что все забрать и все разделить. Давайте нищим дадим. Тоже мне еще, тоже еще тот же фокусник хотел. Про нищих переживал, про пролетариев переживал. Как говорит, а что это, говорит, вы при царе так плохо живете? Давайте вы при мне плохо жить будете. Царя убили, стал на его место, как бы люди как жили плохо, да еще хуже стали жить. Потому что он сначала рассказал им байку про то, что он нищих любит. Про то, что он за пролетариев переживает. А он плевал на них и в детстве, и в юности, и перед смертью плевал. На всех плевал сатана, кроме своего кармана и своих личных бесовских интересов. Вот вам история. История нашей родной страны. Найди жадного нищего, дай ему пистолет, и скажи ему, у этого слишком много, у тебя слишком мало. Наведи справедливость, я тебя умоляю. Я за тебя переживаю. Возьми и выстрели в него, я тебе заплачу. Он пойдет и выстрелит, потому что он Иуда, он изначальный Иуда. Бедность, ведь она сама по себе не хороша. Бедность хороша со смирением и благодарностью. А если человек бедный, но злой, бедный, но завистливый, бедный, но обиженный, и мстить хочет, это очень страшный человек. Бедность хороша только добровольно, только в монашестве, или в странничестве, или в благодарности Богу за все. Так что Иуда сегодня пискнул и дал нам голос. И мы сначала так как бы порадовались, о, мы Иуду услышали. Вот ты какой, Иуда, подонок. А потом раз, и вдруг узнали, что, а мы его и раньше слышали. А Иуда никогда и не замолкал. С тех пор, как он один раз пискнул, он вообще не замолкает. И мы ни разу причаститься не можем, чтобы о нем не вспомнить, потому что у нас есть угроза и самим быть Иудами. Какая-то новая революция начнется, новая болотная, новая трижды болотная, и я не знаю, кто из христиан останется верным Христу Спасителю, а кто побежит, зараза, с белой ленточкой на новую болотную, или трижды новую, или трижды старую болотную. Потому что он захочет справедливости. Он за нищих вдруг запереживает, как тот Иуда, которому запахла пролитая мира. Это оно и есть. Это тоже оно и есть. И я не знаю, кто из нас, как поступит завтра или послезавтра, потому что это все будет повторяться, нас будет проверять Господь. А ты с кем? А ты кто? А может быть, ты, Иуда, тоже? Может быть, ты тоже хочешь за справедливость побороться, чтобы карман нагреть и свалить куда-нибудь? В Испанию или в Италию? Они же такие борцы за справедливость. Карман нагрел и в Италию. И из Италии рассказывает, почем в Одессе помидоры. Вот оно. Иуда никуда не уходил, никуда не умирал. И мы ни разу причаститься не можем, чтобы этого паразита не вспомнить. Но жмем на тормоз, потому что чуть-чуть Иуды есть в тебе, чуть-чуть Иуды есть и во мне. Что нужно делать? Подавать милостыню. Нужно любить более давать, чем брать. И нужно действительно отдавать. И не уповать на богатство. Богатство аще течет, не прилагайте сердце. То есть пришло-ушло, оно такое. Ну как ветер такой. Ветер дунул, как бы оно пришло. С другой стороны дунул, но ушло. Почитайте книгу Иова. Не было богаче его. А что он перетерпел бедный? Все потерял, потом все опять вернулось. Но вот наблюдайте за ногой своей, братья и сестры, потому что еще пока пару дней осталось, Иуда скоро повесится. Пару дней осталось, Христа скоро распнут. А Иуда скоро повесится. А Петр скоро испугается. А апостолы скоро все разбегутся. А только один Иоанн, самый юный безусый, никуда не убежит. Встанет, как камень, и будет под крестом стоять. Хоть ты убей его, он никуда не убежит. Вот юная душа целомудрена, она смелее всех. Ему не нужно ничего, он просто Христа любит. Он никуда не уходит. Остальные крепкие, сильные, здоровые, братья мои велицы, но не благовли в них Господь, как с историей царя Давида. Так что мало еще осталось. И мы еще увидим, как Иуда качается в петле, и Господь висит на кресте, и апостолы разбежались, кто куды, с острыху. А Иоанн остался под крестом с Божьей Матерью. А где будем в это время мы? А чем мы будем заниматься? Как будем проводить страстную неделю? Что будем кушать? Может, ничего не будем кушать? Может, просто будем горячую воду пить? Кишки согреют, но и хватит. А дальше что? Псалтирь читается до среды. После среды даже Псалтирь не читается. Слышали? После Великой Среды больше не читается Псалтирь. А что же читать? Читайте пророков, Захарию, Моисея, Амоса, Осию, Исаию. Читайте Евангелие. В захлеб читайте Евангелие. Вот наше чтение, наши духовные труды заключаются, например, на страстной неделе, чтобы прочесть заново все Евангелие. Частично мы делаем это в храме, постоянно читаем. А вот Серафим Саровский каждый день прочитывал все Евангелие. Как у него получалось, непонятно. Четверо Евангелие, полностью, от корки до корки. Сначала до конца. От Матфея до конца Иоанна. Каждый день. И оно в него вмещалось, и жило в нем, и хорошо ему было. И не лопались у него жилы на голове от перенапряжения. Потому что он любил Христа, и оно в него заходило. И вы читаете. Со среды уже даже Псалтирь не читаете. Читайте только Слово Божие. И будьте с Иисусом Христом. И не будьте иудами. А если вдруг узнаете, Господи, заговорила во мне, какой-то нехороший голос во мне заговорил. Что-то такое злое во мне сказало, что-то слово свое. То вы не удивляйтесь, потому что в нас есть все грехи. У вас может заговорить Иродиада, у вас может заговорить Соломония, у вас может Иезавель проснуться, у вас может проснуться Валак и Валаам, у вас может проснуться Иуда, что хочешь, может проснуться. Любая страсть может проснуться в человеке. Вы не удивляйтесь. Просто Бог вам это покажет для того, чтобы вы обнажили меч духовный и вступили в борьбу с очередной страстью, которая вам открылась. Говорит, боже милый, я вот, например, знаю, что я могу это, это, это сделать. Но вот чтобы я вот это вот сделал, ну такого, конечно, быть не может. Оп, прошел годик, проснулась, и это в тебе. Ах, неужели я этого тоже хочу? Эта страсть тоже во мне есть. А что делать? Паниковать не надо. Обнажаем меч, пошли драться. Нужно убить эту заразу. Страсти нужно убивать. Зависть нужно убить. Жадность нужно убить. Раздражительность нужно задушить. И все остальное нужно изничтожить. Надо вести духовную войну. Духовная война заключается в убийстве страстей. В их полном уничтожении. Если мы их не убьем, они проснутся в душе нашей и задушат нас. И я стану предателем, и я стану вором, и я стану развратником, и я стану всем, чем хочешь, потому что страсти проснулись и задушили меня. Я их не задушил, они меня задушат. Здесь нет двух победителей. Либо я их, либо они меня. Вот это есть такая жестокая сторона христианской жизни. Не жалейте свои страсти, душите их. Душите и режьте младенцев вавилонских. Дочь вавилонская, окаянная, блажен, кто воздаст тебе воздаяние твое. Еже воздала и сенам, блажен и же имет и разбиет младенцев твоих, а камень. Это непростые слова. Нужно разбить детей вавилонских, а камень. Камень же был Христос. Так написано. Об Христа разбивайте вавилонских младенцев. Очищайте душу. Боже, сохрани, мы умрем. А страсти живут. Страсти нас в рай не пустят. Со страстями в рай не зайдешь. Ты придешь, а у тебя полна душа, полна коробочка, там черви копошатся. Там и это, и это, и это, и это. Говорят, ну куда ты, брат, ты куда? Тут таких нет. Один только ты такой наглец пришел себе. Здесь таких не пускают. Со страстями, живыми страстями. С болтовней, с празднословием, с осуждением, с жадностью, с похотями, с обжорством. Ну не пускают в рай. Нету там таких. Поэтому давайте, воюйте, пока не поздно. Иначе Иуда проснется и вас задушит. Мы и так живем, к сожалению, в Иудиной, вечно считающей деньги, о деньгах думающих, цивилизации. Да поможет нам Бог, по стопам которого мы восходим в Иерусалим и будем скоро видеть Его висящего между двумя разбойниками, распятого за грехи наши. Дай Бог дожить до святых страстей, положить Христа во гроб, оплакать и дождаться Его святого воскресения. Аминь.